Здесь каждая девочка мечтает, когда вырастет, станет моделью. Быть высокой, стройной и красивой. Походкой от бедра они надеются покорять не только подиумы России, но и всего мира. Ездить в Париж, в Милан. И что там делать? Ну, показывать одежду, чтобы знали люди, какая есть одежда, что можно было одеть. Из 30 конкурсанток в возрасте от 7 до 12 лет до финала дошли 16. А ведь достаточно было заполнить анкету. И двери в мир моды открыты. Сначала отбирали по фотографии панкетч. Потом второй был блиц-интервью, когда они отвечали на вопросы. Вот и порой очень такие каверзные. Второй это был конкурс талантов. То есть они показывали все то, что они достигли. Именно в этом конкурсе юные модели через свой образ должны были показать свою индивидуальность. Сразу видно, над костюмами работали не один день. Почти каждая из них ходит в модельное агентство. А у некоторых даже есть опыт в подобных конкурсах. Например, Алина Истомина в 2011 году стала мисс детский сад. В школу модели ее привела мама. С мнением, что модельное агентство могут только испортить детей, совершенно не согласна. Наоборот, дети развиваются, становятся коммуникабельными, общительными, приобретают новых друзей. Очень интересно. А пока юные красавицы готовятся к следующему этапу конкурса, на сцену выходят уже профессиональные модели. А малышки тем временем с нетерпением ждали, когда на подиум выйдут самые красивые модели во вселенной – их мамы. В победу своего ребенка каждая из них уверена на 100%. При этом сами девчонки конкурентками друг друга не считают. Мы договорились, что даже если кто-то победит, с девочек все равно мы друзьями останемся. Стать победительницей мечтает каждая. Кстати, по словам организаторов, таких шикарных корон в городе даже не вручает на взрослых конкурсах красоты. В Читу такое произведение искусства привезли из Москвы, а заказывали в Таиланде. Победительницами конкурса «Маленькая красавица за Байкале-2015» в разных возрастных категориях стали Катя Андреева и Алена Кокорина.